Жители дома номер 201-Б на улице Добросельской не узнают свою многоэтажку. Здание, возведенное в 1994 году, теперь выглядит как новостройка. Вместо серого кирпича – цветная облицовка фасада. Но самое главное – в квартирах стало тепло, а суммы за отопление уменьшились. Результат очень порадовал. Первый год нам сделали утепление просто основной части дома. И у нас стало значительно теплее в квартире. У нас тем более угловая квартира перестала дуть из всех щелей. Там стало очень комфортно. И плюс произошел перерасчет в минусовую сторону по отоплению. Год назад в этом доме установили новую систему отопления, которая подает тепло в зависимости от температуры на улице. Для этого собственники подали заявку в фонд капитального ремонта. Некоторые жильцы сначала не верили, что система будет настолько эффективна, но позже убедились сами. И мы ходили, убеждали, объясняли. Набрали мы, как положено, отголосовали этот вопрос общим собранием. И вот сошли этот ремонт. И теперь даже те люди, которые были изначально против, очень довольны, когда убедили экономию, когда поняли, что в квартирах у них стало тепло, когда внешний вид дома изменился абсолютно, как новостройка у нас теперь выглядит. Подрядчик объяснил, что новая конструкция занимает меньше места, чем старые трубы. На улице размещен специальный датчик, который постоянно передает показания автоматической системе. Это у нас непосредственно контроллер, который управляет всем этим. Также мы здесь можем видеть температуру наружного воздуха. Соответственно, теплоноситель у нас подается в зависимости, ну, точнее, регулируется в зависимости температуры наружного воздуха. Сначала строители отремонтировали фасад. Его обклеили материалом, удерживающим тепло. Только после этого рабочие обновили систему отопления. У нас, получается, именно работа на объекте проходит в течение одного, максимум двух дней. Мы постарались выполнить работы таким образом, чтобы жители минимально ощутили дискомфорт в квартирах. И работы выполнялись уже после утепления фасада. На капитальный ремонт в этой девятиэтажке понадобилось около 12 миллионов. На счету у жителей было только 4,5. Еще столько же фонду капремонта компенсировало государство. Оставшиеся деньги жильцы платят в рассрочку. Это плюс 3 рубля за квадратный метр в месяц. Но их затраты все равно не выросли, ведь экономия на отопление за прошлый год составила около 700 тысяч рублей. Часть денежных средств возмещается за счет государственных денежных средств через госкорпорацию фонда реформирования ЖКХ. Возмещение идет на каждый вид работы, на каждый МКД до 80%, но не более 5 миллионов рублей. Это довольно хорошее возмещение. В этом году во Владимирской области запланирован энергоэффективный капремонт 71 многоквартирного дома. Чтобы поучаствовать в программе, собственники должны устроить собрание и отправить заявку в фонд капитального ремонта.